Здравствуйте! Репортер 73. Сегодня в студию программы «Разговор» пригласил Владимира Сидорова, председателя Ассоциации ТОС Ульяновской области. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте! Во-первых, хочу поздравить вас с наступившим новым 2018 годом. Ну и предлагаю поговорить об итогах ушедшего 2017 года. Для вас он был знаковым, очень таким празднично-торжественным, потому что, как мы посмотрели с вами по цифрам, цифры растут в прогрессии, и сторонников ваших становится все больше и больше. Итак, в июле уже прошлого 2017 года Ассоциации исполнился год с момента образования, правильно? Давайте подробности, потому что итоги действительно впечатляют. Сколько удалось организовать и объединить вот таких вот неравнодушных граждан? Спасибо за поздравления. Вас тоже хочу поздравить с наступившим новым годом, со всеми тем праздниками, которые наступили, но еще которые тоже наступят. И все население нашего города Ульяновска, Ульяновской области, тоже хочу поздравить с наступающими праздниками, потому что праздников еще будет тоже очень много. Но действительно год был, как сказать, очень знаковым для нас получается, очень продуктивным. Не ожидали, что движение ТОС так будет развиваться и так повысит, что такое общественное признание. Потому что, да, вот буквально вчера вечером два дела итоги собирались, было письмо Тольгу Владимиру Никитенко в область главам, чтобы забросили, сколько у нас сейчас ТОСов и на какой стадии. И вот, не поверите, не подставляли ничего, получается. Вот на сегодняшний день, с того момента, как создалась ассоциация, создано 100 ТОСов. Ровно 100. В прошлом году было 56 в городе и 3 в области. В этом году уже их 159. 159 ТОСов. То есть прям волна пошла. Да, 76 в городе Ульяновске. И получается у нас, значит, 83 в области. Это действительно волна пошла. Потому что люди начали чувствовать уже, что действительно они могут что-то решать. Чувствуют свою гражданскую ответственность тоже, что действительно они могут что-то сделать. Они объединяются, что-то вместе придумывают, убираются, проводят праздники. Я, честно говоря, не ожидал, что такого будет всплеска. Еще раз подчеркнем. Это все-таки инициатива снизу, поддержанная грамотно властью сверху. Да, это инициатива как раз снизу, местное самоправление. Когда жители собираются, и действительно они сами решают, что они хотят делать во дворе. Сами уже думают. Не то, что... Есть и два пути решения. Можно ждать, когда власть что-нибудь сделает, а потом обходить. Если неправильно сделали, деньги украли, еще что-нибудь не туда поставили, не то качество. И можно самим решить. И мало того, что самим решить, они еще могут участвовать в проектах. Потому что власть тоже же, как сказать, бюджет не резиновый. А можно же привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Вот на примере моего ТОС. Тоже подводил итоги, смотрю, ТОС «Мословая столба» у нас. В районе 280 тысяч мы привлекли в прошлом году. Это федеральных денег. Это 80 тысяч у нас из фонда Тимченко. И 200 тысяч у нас премии из фонда Кудрина. Это ведь дополнительная помощь нашим бюджетам, тоже бюджету в городе Ульяновск. Бюджет в Суренской области выделили нам денежки. Оттуда пришли с федерального бюджета. Вот оно сложилось и сделалось, что мы хотели. Ну, конкретно о работе ТОС «Мословая столба» мы это еще поговорим. Но в регионе ведь, к сожалению, есть еще и без ТОСовские территории. Есть территории без ТОСовские. Ну, не то, что она получается, но тоже развивается. Потому что буквально каждый месяц им будут письма. Мы ездим по области, общаемся, чтобы как раз создавать ТОС. Но есть районы, которые посаживаются по ТОСам. Вот почему? Потому что там люди другие. Ну, не то, что люди другие. То же самое. Инициатив уже мало. Просто, наверное, власть, мне кажется, так работает. Не до конца преподносит населению. Возможно, она даже сама не понимает. Потому что ТОС же, как вам сказать, немножко как конкуренты чувствует. Думаю, что если будет ТОС, то он будет командовать, будет что-то решать. Мы объясняем, что ТОС помощники населения. Просто вот буквально несколько дней назад я слышал разговор. Вот мы вроде создали ТОС. У нас ТОС расформировался. Зачем он нужен? Мы создали институт старших по улицам. Это глава района, не буду говорить, какого. Мы создали институт старших по улице, создали совет собственников МКД. Надо что-то объединяющее. Так ТОС он объединяет. Он вот именно как раз инструмент достижения цели. Он должен объединить и старших по улице, старших по домам, инициативных жителей, предпринимателей. И тоже в жугласть. И тогда благодаря... Можно написать же совместный проект и привлечь дополнительные средства на эту территорию. Потому что я знаю, что в муниципальных образованиях также денежных средств не хватает. Никогда не бывает много денег. А почему не привлечь на эту территорию дополнительные средства? То есть важно, чтобы инициатива вовремя была услышана и поддержана. Да, конечно. Так давайте теперь поподробнее. Какие проекты реализовали? Чем можно гордиться? Вы уже сказали, что победили в конкурсе субсидий, во-первых, для социально ориентированных некоммерческих организаций. И получили субсидии из региональных бюджетов, из фондов призовых. В канун Нового года в Москве подводили итоги федерального конкурса. И ульяновский тост «Мостовая слобода» победил в номинации «Раскиновые власти». Но вы не один были победитель от Ульяновского. От Ульяновского еще есть победители. Да. Клуб деловых старух. Я же являюсь еще президентом клуба лидеров. Вот у нас два члена клуба лидеров как раз получили призовые места. Раскинула власти у нас было и по 200 тысяч премию. Ну, Ульяновская область это вот одна так себя показала. Но на самом деле там вообще было очень много участников, да? Было очень много участников. Было намного больше даже. С многих регионов было больше проектов. Вот с Ханты-Мантийской там было проектов на разу полтора больше, чем у нас. И просто, да, очень приятно было, когда вот называли города, где это будет в конце сказано, а в Ульяновске два проекта взяли. Это мы единственное взяли. Это то, что два проекта, что они пришли. Ну, это действительно, это было прям как-то невозможно объяснить, какое чувство было у нас в Ульяновске, как говорят, город из Ульяновской области. А проектов действительно было много. И под конец года я даже не ожидал, что только будет благодарность от главы Ленинского района, от Шерстневого, главы города, губернатора. Дальше мы заработали и ассоциация ТОС. Заработал у нас базовый стандарт точки отсчета. ТОС, Мостовая Слобода, бронзовый стандарт. Мы же еще отчитывались. Мы рассказываем, куда деньги тратили. Мы на всеобщее, кстати, обозрение выставили наши отчеты. По нашей некоммерческой организации. По ТОСу, по ассоциации, чтобы эксперты видели, где мы берем деньги, куда их тратим. И в точке отсчета я, что самое такое понравилось, что там еще и фонд президентских грантов. Там тоже оценивало это все. И вот единственное ТОС, Мостовая Слобода, он единственное в Ульяновской области получил бронзовый стандарт. Все остальные базовые. Так кроме благодарности высокопоставленных руководителей области и города, жителей Мостовой Слободы, как вам благодарны друг другу? Что удалось сделать? Что у вас уже прям вот можно руками потрогать? Что это здорово? Мостовой. Да буквально вот сегодня получается. Мы уже только закончились праздники. У нас уже сегодня начались наводить порядок около домов. Буквально 15 числа вот начнутся у нас очистки также дренажей. Уже мы письмо получили обрезкой деревьев. Жители, все вот эти праздники были вместе. У нас и убирались в храме вместе. И были на Рождество. И празднули Рождество в клубе совместно. Были концерты. Ну, я скажу, новогоднюю ночь тоже жители встретили вместе. Они выходили на улицы, поздравляли. Объединяет ТОС людей. Вот именно объединяет. То, что мы планировали. Конечно, не так, как мы, что все там вышли, все на Става и вместе. Нет, но уже намного больше людей объединяются, помогают друг другу. И вместе, конечно, празднуют, гуляют. Они хоть как-то раньше, вот как было, когда День Соседа, когда вот в нашем далеком Советском Союзе, когда выходили, выносили столы, гуляли. Вот к этому и надо двигаться. А так еще, кроме этого, у нас был реализованный проект съезд. Первый региональный ТОС в Ульяновской области. Мы же давно к этому стремились. Еще буквально больше года назад, когда наша делегация первая собиралась на первый съезд ТОС, всероссийский, проводила его Лига ТОС, у нас была мечта провести свой съезд ТОСов. Но тогда было у нас еще 56. Это сейчас уже у нас, ого, полный зал собралось больше 300 человек. Мы делали, как сказать, раздатку, вот это что мы, в Бейджике все, на 30 человек думали, как раз соберемся, не хватило. Уже людей стало больше. И, кстати, съезд нам тоже удалось провести только в рамках того, что мы выиграли оригинальный конкурс грантов. Вот уже как ТОС Мостова заявлялась, вот мы взяли второе место, и на эти денежные средства мы провели съезд. Так что это тоже была большая победа. В конце года мы провели Дни открытых дверей. Мы, как у нас 4 ноября, День единства, на собрании ассоциации мы решили, что у нас будет месяц ноября, месяц Мединства ТОС Ульяновской области. И вот в рамках этого месяца прошли Дни открытых дверей во всех районах города Ульяновска, и к нам присоединился метроврат. Метроврат совсем же молодой город, где создается ТОС. Там их было всего лишь 4, и сейчас вот они в районе не больше 8. Но тоже уже прошел, кстати, День открытых дверей, когда ТОС собрались, пригласили с Томолоклинского района, с Меликевского района, рассказали, что такое ТОС, объяснили. Ведь кто лучше расскажет о ТОС, как сами жители, сами же ТОС, что они делают, что могут, можно сделать еще. Что-то им нужно, да? Да. Так что много побед, но есть еще куда стремиться. Потому что все равно у нас сейчас 159 ТОС. А в планах у нас по Ульяновской области есть программа по развитию ТОС, 770, что должно быть, чтобы каждый дом, каждый житель входил в территорию ТОС. Но если вы говорите еще о поддержке некоммерческих организаций, поскольку вы возглавляете, да, вы объединяете их, по-вашему, много, мало поддерживают НКО в регионе? Что нужно сделать для того, чтобы эта помощь была больше, глубже, понятнее, доступнее? Поддерживают, я считаю, очень хорошо. Тем более, заметьте, говорю, мы же не только можем участвовать в региональном и в городских конкурсах, можем еще в федеральном. Потому что самое главное было бы желание. Самое основное, конечно, в чем, говорю, нужно, это нужно объединить все НКО. НКО у нас в районе 1600 НКО в Ульяновской области. Огромное число. Даже не сравнить с количеством числа ТОСов. Но надо все равно, чтобы НКОшки научились помогать друг другу. Потому что ведь тоже вот проект, допустим, Красный Крест, он выиграл федеральный проект. В президентских грантах участвуют. Мы заключили соглашение от ассоциации ТОС с Красным Крестом. И сейчас наши же жители ТОС, свои же получают, ухаживают за своими соседями. Они будут часто в Красном Кресте. И, допустим, чтобы не ждать соцработников, они могут сами ухаживать за своими соседями, за своими жителями, которые нуждаются в этом. А денежные средства как раз привлекли с федеральным бюджетом. Это как раз укладывается в ту теорию, в тот тренд, когда социальные услуги должны оказывать как раз общественники. Вот один из примеров. Потому что мы сейчас тоже планируем много таких, кстати, начинаний. Потому что есть тоже у нас НКОшки, которые участвовали в тех же президентских грантах, которым нужно, допустим, взаимодействовать с молодежью. Сейчас мы тоже с Нового года с ними начинаем взаимодействовать. Ну, кроме того, мы и сами сейчас будем писать своих. Мы писали уже, правда, от ТОСа пишут уже на президентские гранты. И в этом году будем писать. Там эти огромные деньги заложены. И не просто так их раздают. Просто, знаете, возьмите куда-нибудь. Как вот люди некоторые ждут. Потому что, ну, действительно, с кем вот многие общаемся, они ждут, когда им что-то сделают. Буквально вот вчера общалась с человеком. Говорю, а вы как вот насчет выборов? Как вы насчет, чтобы убираться? У нас, значит, территория около дома. А зачем? У нас есть управляющая компания. Они не чувствуют то, что они тоже должны как-то принимать участие. Все что-то ждут и требуют. Требуют, когда у них что-то сделают. Вас хочу спросить по поводу вот как раз поддержки НКО и обучению правильному написанию тех же проектов, программ для того, чтобы выиграть гранты. Ведь при нашей общественной палате региона действует Центр по развитию и поддержке НКО. Их методическая работа, она просто неоценима. Потому что там как раз вот разъясняют и учат писать и защищать правильно свои проекты. Но реально, что все более чем полторы тысячи у нас НКОшек будут писать гранты и будут выигрывать их? Ну, конечно же, нереально. Все равно нужно будет лучше выигрывать, только лучше. А насчет Центра НКО, да. Потому что все победы, которые, я считаю, получили ассоциации ТОСов. Получили общественное признание, которое было. Я всегда Елена Михайловна говорю, Елена Михайловна, спасибо. Это же ваша работа. Вы же нам рассказали, что надо участвовать в фону Тимченко. Рассказать, как написать. Вы сказали, подавайте фон Кудрина. Вы же нас заставляют прямо оттуда участвовать. Ну, возьмите, идите. Чем больше знаний, тем больше возможностей. Надо к вам приеду. По ТОСам тоже мы ездили по области вместе с ними. Она рассказывала, какие-то, чтобы ТОСы. Ведь тоже ТОС создать-то можно, но самое главное, должен приносить дополнительные блага на эту территорию. И вот это, считаю, что большой их нелегкий труд, который действительно создает НКО, ТОС в Ульяновску, и помогает, самое главное, развиваться. Так что это... Тем более в любое время она готова приехать. Вот даже у нас с молодежью мы собрались. ТОСи говорили, надо молодежь привлекать к этому. Но, кстати, молодежь-то заметно, что больше стало и в ваших рядах, и вообще последователей. Если поговорить еще об итогах 2017 года, можно сказать о том, что вы вошли в состав общественной палаты, и ты уже не один, а вместе с своим заместителем. Да, в состав общественной палаты. Потом зашел в палату справедливости, вошел в прошлом году. Так что у нас много, так что куда мы вошли, самое главное, действительно, я еще говорю, есть куда развиваться. Потому что вы говорите, да, правильно, много молодежи вошло. Но молодежь тоже как-то надо поддерживать. Вот ту премию, которую нам выделил фонд Кудрина, у нас решением нашего совета было решение, как положить на счет управляющей компании. Ну, как на депозит. И сейчас мы с процентов вот с этого счета каждый год будем проводить конкурс проектов для молодежи. Это уже ТОС сам будет проводить. Мы не потратили просто денег куда-то. Мы будем каждый год, пускай это будет 20, 30, 40 тысяч, но мы будем пускать на проект, пускай молодежь начинает заниматься. И общественная палата, да, она тоже в этом, сейчас у нас же молодежная общественная палата, детская общественная палата, как правило, она тоже развивает, тоже как раз молодежь. Потому что, да, смотрите, что раньше было. Председатель ТОСа до преклонного возраста почти все. Когда мы ездили в Тольятти, они так посмотрели, 47 лет, пришли люди так, мы председатель ТОСа. Я говорю, странно. А у нас, говорит, председатель ТОСа уже глубоко за 7 месяцев. А нам-то мы стремимся, чтобы молодежь уже занимала наши места, потому что они же, их надо выращивать, чтобы они уже дальше шли в те же, допустим, руководящие должности. Ведь не просто так, Алексей Кудрин сказал, как прежде чем вручать мне эту премию. ТОС – это местное соправление. И через эту школу должны пройти и премьеры, и губернаторы, а, возможно, даже и президенты. Это перед тем, как вручить мне стуэтку, раскинув власть. Он мне вот как раз эти слова на всю страну и сказал. То есть президентов и губернаторов будем растить именно вот как раз с ТОСа, да? Конечно. Так вот, если говорить про то, что вы вошли в состав общественной палаты вместе со своей заместительницей, и на 9-м гражданском форуме, который тоже прошел в канун прям Нового года, 9-й уже гражданский форум, как раз молодежь вот себя и здорово представила. Детская общественная палата. Для меня это было, например, открытием, что ребята не какие-то там заученные тексты говорили, а действительно там делились своими инициативами, и у них есть эти инициативы. Их тоже, они их сформулировали, они хотят этим заниматься, а не выполнять там то, что им вот сверху спустили. Вот там построитесь и вот это вот-вот сделайте. Это вот удивительно. Это я тоже меня это удивил. Заразительно. Заразительно. Потому что буквально еще некоторое время назад говорили, что молодежь у нас сейчас выросла. Ничего не хочет, ничего не делает. Даже называли потерянные поколения. Вы заметите, что молодежь уже начинает. Тем более какая вокруг ситуация, вокруг нашей России. Все видят, что сейчас дух патриотизма опять возрастает. И молодежь это видит. Она начинает, не хочет, чтобы жить как раньше. Они начинают, хотят что-то нового, хотят развиваться, хотят какие-то свои идеи. И это действительно очень радует. Владимир, общероссийский конгресс муниципальных образований тоже был в канун буквально Нового года. Да. Он прошел. Я посмотрела по цифрам. Там вообще, в общем-то, огромный тоже. Объединяет сообщество 22 146 муниципалитетов, 85 региональных советов муниципальных образований. Ну, огромная армия просто. И вы тоже там отметились и обсуждали муниципально-частное партнерство. Говорили о том, что такое территориальное общественное самоуправление. И нашу область отметили на... В числе лучших. Как отметили, что говорили? Во-первых, нас тогда приняли в общественную национальную институтацию, которую возглавляет депутат Госдумы Виктор Борисович Кидяев. Нас они приняли в состав. Во-вторых, мы выступили, рассказали, как поддерживается движение нашей ТОС. Но, честно говоря, оттуда высоко оценили. Не только Москва. Республика Дагестан готова к нам приехать, даже, говорит, обучаться. Представитель Республики Дагестан. С многих городов, которые были там. И действительно, когда презентовали, как у нас развивается, что у нас дело. Когда мы представили, что наша газета вышла, новость СИТОС, по проекту правовой приемной ТОС, который мы выпустили. Показали фильмы наши. И, кстати, даже, когда мы выступали, там же был рекламент еще. И Виктор Борисович спросил, говорит, я говорю, есть у нас фильм, будем показывать? Все сказали, да, это такое же развитие ТОС. Мы, конечно, будем смотреть. И поставили фильм. О нашем как раз движении ТОС. Как развивается, как поддерживается. И я, честно говоря, оттуда. Мне коллеги говорили, что снимали на видеокамере. Телефоны записывали. Мы, говорит, готовы приехать с вами, содействовать. Пишите, говорите, где у вас какие мероприятия приходят. Мы будем приезжать, будем смотреть. Ну, я считаю, что развитие города Ульянска, Ульянской области, идет неимоверным шагом. Даже взять вот три года назад, что сейчас видно все это. Когда начинал заниматься ТОСами, вот сейчас... Ну, кстати, даже сопоставить нельзя. Разница огромная. Так вот, ваши коллеги обсуждали в том числе, как действительно проживают в разных уголках нашей страны. А сформировать вот эту территорию хочется единую, в благоприятном таком режиме. Здорово, что если к нам приедут делиться за опытом, вы будете делиться им. Но ведь все равно самый главный вопрос будет стоять, это вопрос финансирования. Правильно? И в разных регионах с разными бюджетами это всегда, в общем-то, вопрос больной. И решать его придется, ну, находить какой-то консенсус. Вот как не отбить желание? Потому что когда в определенном регионе скажут, ну, инициатива-то хорошая, понятно все, попробуй здесь сделать без денег. Нет, ну, во-первых, когда вот эти денежные средства они же выделяют, все равно же есть программа благоустройства территории. Допустим, вот эта. Все равно же эти деньги идут на территорию, выделяются. Ну, вот просто два участка давайте возьмем. Это есть ТОС и нет этого ТОС. Можно вложить в оба участка одинаковую. Допустим, здесь сделать детскую площадку, здесь делать детскую площадку. Но где есть ТОС, во-первых, он скажет, как это надо сделать. Люди помогут, все, примут участие. Даже с субботниками, кто-то, допустим, сможет там доску какую-нибудь прибить, кто-то заборчик у кого-то осталось. И что другое будет территория? Во-первых, никто не помогут. Что будет через год? Где есть ТОС, где есть хозяин? Эта площадка будет украшаться, будет проводить праздники. И в втором месте, где нет хозяина, ее разобьют, растащат. И просто есть же денежные средства, те же бюджеты. Я считаю, что наоборот как раз бюджет надо согласовывать через ТОС. Почему мы, допустим, вот мы планируем, чтобы весь город будет ТОС. Определенные деньги выделяются на эту территорию. Так пускай как раз ТОСы участвуют. Как раз ТОСы определяются, пишут проекты. Разделить, допустим, тот же бюджет, допустим, 100 миллионов. Разделить на 100 ТОС по миллиону. Вот, ребята, делать на миллионы свои территории. Ну, то есть опять мы приходим к тому, что, во-первых, ТОС обязательно нужно организовывать. Во-вторых, там должны быть инициативные люди и пробивные люди, которые заставят власть их услышать. Правильно? Не то, что даже заставят. Чтобы они их не отмахнулись. Чтобы они с ними за одним столом говорили о бюджете. Убедят, скорее всего. Заставлять оттуда можешь все-таки не с этим... Заставлять не с этим. Нужно убеждать. Да, убеждать. Надо убеждать, что доказывать. Потому что мы же тоже ездим, убеждаем. Заставить он обычно как-то, наоборот, отталкивает. Когда начинаешь какой-нибудь приказ, оттуда или что-то делаешь, во-первых, вы скажете, вы кто? Вы же общественники. Но с другой стороны, мы жители. Мы население, которое правильно говорит, что мы выбирали депутатов. Мы, получается, с наших налогов платятся и, как сказать, и чиновники содержатся. Поэтому, да, инициатива от нас, ну, как-то я считаю, что больше убеждать. И тем более, ведь есть области намного богаче, чем наша Ульяновская. Неужели им... Есть, которые у нас нефтью занимаются, алмазами занимаются основной. Неужели им не хочется, чтобы у них город был лучше? Неужели не хочется, чтобы их население участвовало в жизни? Так же их региона. Ведь это действительно... Я не ожидал, что этот год, вот, когда мы сейчас ездили по области, так население взбодрит. Ведь люди не верили в это, что это будет. А сейчас поверили. Минюсти под Новый год очереди стояли. Как хорошо, что комфортную городскую среду наш губернатор сделал для ТОСов непосредственно. Там могут участвовать только ТОСы. Губернатор выделил 52 миллиона на развитие ТОСовских территорий. Но обязательно, чтобы условие, что ТОС был юрлицом. Для чего юрлицом? Чтобы также он участвовал в конкурсах грантах. Мы вот тоже сейчас... Это такое сознательное отношение, сознательная такая поддержка. И она дает вот такой динающий толчок к развитию. И мы на съезде решили, на съезде на нашем ТОСове, на первом, что мы будем писать от ассоциации проект. Потому что какие проблемы по созданию ТОС сначала? Конечно, нужно заплатить госпошную, печать, открыть счеты. Мы хотим сейчас писать проект, чтобы заложить эти одежды, чтобы население не собирало. Обычно как же? Ну, депутата просят, еще кого-то спонсоров. Потому что население-то вроде денежных средств так будет, или не хотят они вкладывать. А мы хотим сейчас как возмещение затрат. Создали вам ТОС, вот возьмите оттуда. Но что такое вложить 6 тысяч, и что, допустим, в один год привлекут, допустим, район 300 тысяч из федерального бюджета на эту территорию? Конечно, то есть несопоставимое. Это несопоставимое. Получается, вложить не какую-то копеечку, поддержать их. Ну, во-первых, будет территория адекватная, люди будут инициативные, будут знать, что они хотят, будут участвовать в жизни этого района. И не будет такого, как сказать, что сколько сейчас злости у людей. Я думаю, что люди будут добрее. Они когда будут вместе отмечать праздники, вместе будут в каких-то делах участвовать, а у нас труд сближает людей. Так, самое последнее теперь уже. Так что на 2018 год? Какой главный план? Ну, у нас план самый такой, что мы решили, что у нас будет все равно год 2018 год, годом единства НКО в Ульяновской области. Так, и возглавляя клуб лидеров НКО, мы будем объединять всех. Потому что все равно, сколько есть ТОЗов, сколько участок населения, это все равно мало. Надо все равно численность активных жителей увеличивать. Надо людей сближать. ТОЗов надо развивать, НКО надо тоже развивать. Поэтому, думаю, что в первую очередь мы должны помочь друг другу объединиться. Потому что сейчас время-то какое-то нелегкое, вы сами знаете. Не хотим, чтобы опять был 90-й год. Когда был Советский Союз, он развалился. Сейчас идет к тому, чтобы и развалить Россию. Для этого сейчас вмешиваются выборы, и те же иностранные государства. Невыгодным, чтобы Россия была сильной. А мы хотим объединиться, чтобы Россия была сильной, чтобы у нас был сильный президент. И сильная Россия. Спасибо. Спасибо. Это Владимир Сидоров, председатель ассоциации ТОЗ в Ульяновской области. Был в студии репортера 73. Говорили о том, что ТОЗ – это сила. Спасибо. 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 Смотрите «Репортер 73». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова